Мазда с цифрой 3 на борту Это уже третье поколение японского бестселлера, которого некоторые называют матрёшкой Что на самом деле скрывается внутри и выдержит ли этот автомобиль наши тесты на коварном льду? Проверим Дизайн новой Мазды 3 подчинён философии кодо Что это? Машина стремительно как гепард Линия корпуса острый, как самурайский меч А в целом образ такой же неповторимый, как свет от расплескавшейся краски И всё это называется душа движения или кодо Посмотрим, что у японцев получилось У автомобиля очень недобрый взгляд, спасибо за это фарам Такое впечатление, что светодиодная полоса будто рассекается Саму фару намекая на восточные корни машины Эффектно? Увеличенная решётка радиатора и над ней высокий и длинный капот Думаете, это сделано для того, чтобы туда поместился огромный двигатель? Как бы не так Мазда подняла крышку капота для безопасности пешеходов А вот выштамповки на кузове сбоку никакой полезной функции не несут Их задача только радовать глаз Законченность облику трёшки придаёт новая задняя оптика и две выхлопные трубы Садишься в машину и сразу недоумение Цветной сенсорный дисплей посередине Мерседес Шайба управления мультимедиа БМВ Ручка громкости рядом Ауди Но, впрочем, японцы и не скрывали, что в новой Мазде собрали лучше и сделали ещё лучше Посмотрим Отчётливо видно желание японцев вырваться за пределы сегмента С Мягкий пластик передней панели Органичные вставки под карбон Двойная красная прострочка на кожаных сидениях Всё это уже атрибуты премиум-класса Панель приборов подчёркивает спортивный потенциал Который закладывается в каждую Мазду 3 ещё с завода Огромный тахометр по центру Скромный цифровой спидометр справа-снизу Жаль, что такая приборка доступна только в топе Но придраться есть к чему Например, этот лаковый пластик вокруг рычага с электропередач Совсем скоро он может покрыться сеточкой царапин Подлокотник на водительской двери очень маленький И во время движения локоть будет с него постоянно соскальзывать Исчез карман для мелочей Оставили только нишу для бутылки К правому подлокотнику тоже есть вопросы Он не регулируется по вылету И не каждому водителю будет удобен Чем Мазда удивила, так это наличием проекционного дисплея Который выдвигается при нажатии кнопки старт Высокому человеку, конечно, сзади будет тесновато Даже несмотря на то, что в передних сиденьях Появились выемки для ног И воздух над головой присутствует Но что радует, это форма кресел Они анатомические, с перфорацией И даже присутствует небольшая боковая поддержка Ну а наличие подлокотника с двумя подстаканниками Это определенно плюс В автомобиле отличная шумоизоляция Спасибо защите и низкому коэффициенту лобового сопротивления Двигателя в салоне почти не слышно А вот музыку слышно очень даже хорошо Аудиоподготовка в новой трешке на твердую пятерку Проигрыватель Боуз с девятью динамиками Послушайте, как звучит радио Москва ФМ Даже петь хочется Пять баллов Навигация здесь тоже не самая плохая По сравнению с одноклассниками Для удобства водителя Информация о ближайшем повороте Дублируется на проектор Чтобы лишний раз не отвлекаться на центральный экран Кстати о расходе топлива В городе у нас получилось около девяти литров Девяносто пятого на сотню Ну а если учесть, что сейчас зима И постоянные пробки Это очень хороший показатель Диаметр разворота у новой Мазды 10 метров и 60 сантиметров Но надо сказать, что ничего выдающегося Это средний показатель в классе Клиренс 160 миллиметров А еще здесь нет камеры заднего вида Только парктроники И они находятся сзади Спереди их нет И это в топовой комплектации Вы можете себе представить Я нет 550 машин в день Именно столько автомобилей Мазды третьей серии Продавалось сразу после выхода Первого поколения В конце 2003 года Полностью модель обновилась В 2009 году Ну а нынешнее поколение Увидело свет В середине прошлого года Не будем забывать За что так любили предыдущие матрешки За их драйверский характер И чтобы проверить Как едет третье поколение Мазды 3 Мы приготовили ей Непростое испытание Оп Решка Ты первый Поехали Старь Илья Каменский Профессиональный пилот Команды Успенский ралли техника Занял место водителя Сегодня легко Не будет никому Кстати Под колесами Мазды Не просто овал трассы Под ними тонкий лед И несколько метров Ледяной воды Да, это замерзшая река Причем очень коварная Неделю назад Здесь во время Таких же заездов Утонула Инфинити Вот он едет Ну давай, Илюха Поехали Место водителя Занял Сергей Балзин Руководитель Мазда Спот Академии Несмотря на достаточно Экстремальную трассу Мазда на ней не одинока Машин было столько Что несколько раз Мы чудом избежали Столкновения Стоп Круто Илья Ты прыгал Но на этом испытания Мазды не закончились Пристегиваемся Настя, не нужно пристегиваться На льду никогда не пристегиваться Потому что стойка здесь маленькая И безопасно А вот выскочить из машины Если она начнет стануть Или провалиться под лед Нужно будет лучше Не пристегиваемся Так сказал Сергей Не бойся Со мной ты не утонешь Так Хорошо Сколько пилотов Столько именений Давай тогда будем проходить В мейку Окей Мы же едем на машине Линейно шипованной И смотрю Она пойдет И полмет И лично управляется И прекрасно с собой идет Единственное Нам приходится Немножко работать газом Потому что она не шипованная Но при этом руль Он кушается То есть Куда мы хотим Куда мы едем Двигатель Отживчивый Автомобиль управляется В мейку мы попадаем Так что С точки зрения спортивности Автомобиль доброт Сейчас давай с тобой Попробуем Объехать лося Да Это хорошее упражнение Поехали Итак 50 км в час Ну и что Как она себя везет? Хорошо Объезд препятствия Скорость 60 км в час Чувствуем каждую кочку И Давай Вот она лезет Давай 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 Ну и как? Клево Ой Поворот ходит Практически уверена Но значит Руль по мне Так немножко толстоваж Хотя он трехкидцевый И с претензиями Спортивности Но подвеска жесткая Подвеска жесткая Да С точки зрения комфортно Это Это большой минус Но с точки зрения спорта Мы с тобой можем чувствовать Каждое изменение Дорожного покрытия Своими пятыми точками Да И с точки зрения спортивности Это громаднейший плюс Боковая поддержка Она присутствует Но У меня нет ощущения Что я Как лютой сиденье Угу Тебя не качает? Нет Не качает Ну есть чуть-чуть Конечно Вот Вот это чуть-чуть Чуть-чуть То есть Из 10 баллов Конечно Я думаю Что 9 Мы поставим За боковую поддержку Получается Что динамика И управляемость В этой машине Ну Как минимум На 4 с плюсом Я бы даже поставил На 5 Автомобиль Прекрасно управляется Очень чувствительный Но при этом Короткая подвеска У него конечно жесткая Ты пытаешься подрептить? Да Это называется Дрить на голом льду А ты хочешь поражечь Лёш Чтобы мы сейчас Ушли туда-туда Под воду Да А может не надо? Может не надо Конкуренты у Mazda 3 есть И ещё какие Ford Focus Volkswagen Golf Новая Octavia И Opel Astra Впрочем Трёшку у нас любят И уважают Поэтому маркетологи Не особо беспокоятся За судьбу продаж Mazda Единственное Что вызывает сомнения Это объём продаж Топовой комплектации Уж Слишком она Отрывается В цене От таких же Топовых коллег По цеху Подводим итоги Минусы Нет камеры заднего вида Ни в одной из комплектаций Удивительно Но факт Ну и высокая цена Топовой Плюс Ставим за внешний вид И драйверские характеристики В новой матрёшке Каждый найдёт своё Кто-то спортивный дух А кто-то намёк на роскошь Для кого эта машина? Ну скорее всего Для молодёжи Причём молодёжи обеспеченной И специально Для этих горячих уголов Напомню Тише едешь Дальше будешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok